Археологическая сенсация в Гродно на территории нового замка. Обнаружили фундамент здания 12 века, предположительно это Воскресенская церковь. И здесь важно отметить, ранее в Беларуси нигде не находили столь плотной культовой застройки. На небольшом расстоянии друг от друга находились сразу четыре храма. Елена Бормутова о найденном духовном наследии. Сопроводительная археология – мировая практика, когда в ходе строительных работ на объекты приглашаются археологи для сбора артефактов и изучения культурно-исторических наслоений. Именно сопроводительный характер носили раскопки на территории нового замка в Гродно. Вначале, конечно же, у нас шла цемянка и шли битые плинфы. Мои коллеги информировали меня, что подобная ситуация встречается на всей данной территории, поэтому я полагала, что, возможно, у меня идут развалы. Но потом, когда я нашла уже стену из плинфы, я уже поняла, что это некая постройка. Плинфа, майолика и голосники указывали на то, что найдены фундаменты культового здания. Это те же материалы, из которых строили знаменитую Калужскую церковь. Голосники – керамические сосуды, которые вмуровывали стены для акустики и для облегчения веса постройки. Только из одного шурфа было извлечено более 10 килограммов голосников. Есть еще такие керамические плитки, покрытые сверху поливой, как со стен, так и с пола. Ну и есть кирпичи, на которых рельефные кресты. Вот это все подтверждает наше предположение о том, что это и есть Воскресенская церковь, скорее всего, 12 века. Это напевно сенсация. И если сказать шире, то она изменяет на угол наше урожение, прогородье. И безумовно, это связано с городской архитектурной школой. Попытки найти эту церковь предпринимались неоднократно, тем более, что следы храма встречались повсюду. У исследователей не угасала надежда обнаружить сакральную святыню, строительством которой, как и Каложи, вероятнее всего, руководил зодчий Петр Миланек. На фундаменты здания археологи наткнулись на глубине 160-170 сантиметров. Это так называемая проектировочная глубина. На территории рядом с королевскими въездными воротами идет прокладка коммуникаций к старому замку. Территория, на которой обнаружены фундаменты 12 века, считается зоной первой охранной категории. Все земляные работы здесь проводятся вручную, никакой строительной техники. Археологи предполагали обнаружить здесь и остатки средневекового города. Если бы они были найдены, то проект теплотрассы необходимо было бы переделывать. Толщина неповрежденного культурного слоя составляет порядка 20-30 сантиметров. И здесь встречаются находки 11-12 веков. Около 90 свинцовых товарных пломб найдено на территории 1,5 на 1,5 метра. Еще никогда до этого не находили такое количество пломб на таком маленьком пятачке земли. Они позволят установить торгово-экономические контакты Древнего Гродна. Сразу поднялся вопрос, что с этим делать. Мы прежде всего планируем консервацию того участка, который мы раскрыли. То есть мы его законсервируем. Потом уже будет приниматься решение о том, чтобы, конечно, такой уникальный объект, эту археологическую сенсацию надо раскрывать целиком. Сейчас остатки Древнего Храма законсервируют. В будущем, возможно, они станут музейной экспозицией. Для их открытия нужно организовывать археологическую экспедицию. Потребуется не один сезон, так как он у археологов очень короткий. Елена Бурматова, Виталий Дишкевич, агентство теленовостей.